Ангел В белом пламени свечей Только чтобы все забыть Мне не хватит до ночей Прости за слезы и за боль За то, что мир такой И он не в нашей власти Прости меня за нелюбовь И может навсегда потеряное счастье Субтитры сделал DimaTorzok Как Анна Петровна, звонили ей? Да, все хорошо, спасибо Вам спасибо За праздник Все прошло шикарно Напрасно вы отказались от свадебного путешествия Съездим позже Сейчас для меня в приоритете Дела компании Вы же не против? Дела компании Это, конечно, хорошо Ну и семья тоже очень важна Я знаю много несчастных семей Где мужчина считает, что Забота о жене это только деньги Вы абсолютно правы И с детьми не тяните Я давно мечтаю о внуке Вы хотите именно мальчика? Как звезды лягут Но, если честно, я всегда мечтал о сыне Но... Может быть, ты не заслужил сына? Дарья Владимировна Дарья Владимировна День добрый Здрасте Здрасте Можно с вами поговорить? Ну, вообще-то я тороплюсь Я в курсе Вы идете на встречу с завклиникой Это он мне сказал Вы кто? Демин Александр Викторович Капитан полиции Можно просто Саше Ну, вообще-то мы забрали заявление Я по другому вопросу По какому? Что-то с Димой Ну, во-первых, не волнуйтесь Дмитрия перевели в другую больницу Он сейчас в безопасности Чувствует себя хорошо И передает ему древнее Почему вы перевели? Что случилось? У нас есть основания Предполагаю, что его пытались убить Убить? Кто? Это сейчас пытаюсь выяснить Так я могу его увидеть? Нет Почему? Есть вероятность, что убийца с вами знакома Тогда мы выдадим Дмитрию Он сейчас лежит в ведомственной больнице Там есть охрана Но она не гарантирует полной безопасности Причем еще Я никому ничего не расскажу Даша, вы личность известна Вас может кто-то узнать Снять на телефон И через несколько минут Весь интернет будет знать, где вы Да вы правы Вы кого-то подозреваете? А вы? Ее нет Конечно, нет Я бы хотел задать пару вопросов По поводу вашего бывшего жениха Ивана? Задавайте Что? Иван хотел убить Диму? Отличная шутка, только не смешная Майя, это только версия Мы вообще не хотели тебе говорить про покушение Ну просто ты общаешься с Иваном Если честно, я за тебя переживаю Может ты вернешься домой, пока Саша не нашел убийца Так, стоп, тихо! Еще одно слово и я кому-нибудь из вас врежу! И это уже не шутки, понятно? Можешь и врезать мне Но сначала просто выслушай Первое покушение произошло после того, как Иван застал их вместе возле Дашиного дома А до этого он ворвался к Диме среди ночи и устроил обыск В тот вечер Иван с Дашей были на концерте Потом он привез ее домой, а сам куда-то уехал И когда она ложилась спать, его еще дома не было Второе покушение произошло после того, как Ивана избили И выставили из дома Пантелеевых Ты же сама говорила, что он напился, потому что приревновал Дашу к Диме В больнице, конечно, был не он, но он со своими средствами мог нанять киллера С какими средствами? У него нет ни копейки, он все потратил на колье, чтобы меня выручить Майя, откуда ты можешь знать, сколько у него на самом деле денег? А может вы думаете, что он и дочку Пантелеевых хотел изнасиловать? Так, это не имеет отношения к делу, хотя допускаю, что мог Напился, разозлился и решил отомстить Даши Так, пошел вон отсюда, ментяра поганый Мать Батька, если ты его сейчас не выгонишь, ты мне больше не подруга Я же тебе говорила, Майя, пожалуйста, успокойся Я Ивану верю, верю, понимаешь? А ты должна верить мне Иначе кто вообще мне здесь когда-нибудь поверит, если не ты? Он мне очень помог, очень, Вась, понимаешь? И ничего не попросил взамен Убийцы вполне способны на благородные поступки, ты это понимаешь? Ты его как назвал? Ну-ка повтори Саша ничего не утверждает, он просто анализирует факты Быстро выбирай, или я, или он Да Саша хочет помочь, потому что Диме угрожает опасность Быстро выбирай, или я, или он Да что это такое? Ясно Васька, Васька Друзей на бабу променял Мать, Мать, подожди Мать Привет, а ты вовремя Сегодня в меню салат из сырой свеклы с морковью и подсолнечным маслом 15 рублей Пюре из полкило картошки 20 рублей И запеченное филе стерляди полторы тысячи рублей Шутка Это ментай Что случилось? Придурки Да пошли они А если Даша узнает всю правду и захочет к тебе вернуться? А я ей скажу, я люблю другого А она тебе скажет, она тебе не подходит, вы разные А я ей скажу, моя дура СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто-то звонит? Василиса Мы что, поссорились? Тебя это не касается Не касается, слушай, у тебя лица нет А давай я спомерю Эээ, не хочу Да отдай, подожди Да что это такое? Ну отдай себе вон Подожди, подожди, подожди Так Ага Я сказала, нет Алло Василиса Да, привет, это я А может приедешь сегодня на ужин? Да, сейчас Майя? Майя очень хочет Я не хочу Тихо, 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 тихо А, ты не одна? А, да конечно приезжай, не вопрос А, адрес, адрес, улица Верина 3, квартира 9 Ждем Ну придется делить ужин на четверых, они сейчас приедут Тогда я уйду А я тебя не туда иду еще Ну вот иди вот Анечка, я соскучился Володя? Спасибо Как ты забежал? Под грохот канонады, фейерверков мелкими переверками Устал? Немножко, я бы чайку попил бы Где Юля? А зачем тебе Юля? Пойдем, я сама тебе все сделаю О, ну хорошо Вспомни молодость Иван? Александр? Приятно познакомиться Ну, Майя, не мои гостей? Перебьются Перебьются Майя, ты ставишь меня в неловкое положение Здрасте гости дорогие! Садитесь с нами ужинать Вы уж не откажите, Ванечка сам готовил Ваня, ты цианистый калий добавил? Нет Удивительно, даже цианистый калий не добавил Майя Спасибо большое, мы с удовольствием Кто бы сомневался Спасибо 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 То есть, вы познакомились, когда ловили Майю? Угу А я помогал ей прятаться Получается, я косвенно способствовал вашей встрече Вы должны сказать мне спасибо Ну, если следует твоей логике То главным виновником нашего общения Надо считать того, кто сбил Дмитрия Ты прав Просто я хотел быть причастным к вашему счастью Ну а что, не сработало? Ты о чем? А мне, между прочим, сегодня Иван в любви признался И мы целовались А потом позвонила Василиса и все испортила Что, правда? Ну, извини Ничего, нет худа без добра Зато теперь мы можем провести следственный эксперимент Какой эксперимент? Следственный Василис, ты будешь понятой Смотреть внимательно До бабочки? Нет, спасибо, я наелся уже Что происходит? Василис, терпи, ты понятая Ой, 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 ты что творишь Ты с ума сошла? Саша, извини, пожалуйста Прости Василис, я не знал, что так получится Ну что, видели? Никого он не убил А у него, между прочим, нож в руке Да я тебя сейчас убью Ты что вытворяешь? Тихо молчи Любое твое слово может быть использовано против тебя Майя, Майя, прекрати этот балаган А кто его начал? Представляешь, они думают, это ты Димку сбил? Из ревности А, вот оно как Слава богу, я думал, ты уже с ума сошла Думаешь, они сюда мириться пришли? Нифига, тебя допросить Успокойся, все нормально, у них есть все основания, чтобы меня подозревать Но ведь ты Димку не сбивал Конечно, нет Ну, отлично, у тебя алиби есть? Даша дома? Да Спит Угу Как там все прошло? Замечательно Не было ночи, а вчерашним даже никто и не вспомнил Угу Только тебе так кажется А для них всех будет та самая свадьба, на которой невеста избила организатора Иногда на свадьбу драку даже заказывают СТУК 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 Володя А? Не хотела тебя расстраивать Плохие новости Даша просила тебе не говорить, так что постарайся не вытасти меня Что случилось? Выяснилось, что Диму пытались убить Подозревают Ивана Завтра позвоню Шуравину, пусть выяснят Позвони Тебе не кажется, что пора Даши нанять охрану? Прекрасно знаешь, она никогда в жизни не согласится А что делать? У нее скоро начинаются съемки Уж давай не будем паниковать раньше времени Все равно ничего же не известно А я почти уверена, что это он И знаешь, что самое страшное? Он сидел с нами за одним столом, мы доверяли его, даже любили Практически выпили за него нашу дочь Как ему удалось так искусно манипулировать нами? Неужели мы настолько слепы? Не волнуйся, разберемся Мы поехали на концерт, разве это не алиби? Диму сбили после 12 ночи Теоретически, ты мог успеть после концерта доехать до дома Димы И там подождать минут 20 Ну, я заехал в ночной магазин Мне нужно было купить полотенце и пену для бритья Ну, это максимум полчаса Когда я приехал, Даша уже спала Вот к нему приводит твоя долбаная аккуратность Лучше бы со щетиной поехал на работу А чеку-то ты, конечно, не сохранил, да? У меня даже квартира-то не сохранилась А интересно, что Димка делал в тот день у Даши? Не знаю, когда я приехал, они о чем-то разговаривали Нам надо было ехать на концерт И она передала ему детские фотографии Иды Кому? Не знаю, я не слышал их разговор Ладно, у Даши я уточню Странное совпадение-то Ты о чем? Передавали, Дима попросила фотографию детскую найти у Майи Мы с Сашей эту фотографию принесли в больницу, когда он в коме лежал Помнишь, я тебе говорил? Я ее не видела Ну, значит, это я забрал Зачем? Вот это вопрос Надо у Дины спросить, может он вспомнит Так хватит болтать о всякой ерунде При чем тут вообще какие-то фотографии? Мы говорили про Ивана Вы до сих пор его подозреваете? Надо проверить видеозаписи Так все ясно Валите домой, поздно уже Майя Валите, я сказала Спасибо за ужин, было очень вкусно До свидания Пойдем, я продолжу вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даш! Привет Здравствуй, я рада тебя видеть Как дела? По-разному А у тебя? Отлично Разговор есть Ну, пойдем У меня час до записи Ты хочешь поговорить про Диму? Думаешь, я пришла, чтобы снова на тебя наехать? Ну, что это подождет? Тем более, жениха у тебя теперь нет Так что у Димки есть шанс Майя, я хочу тебе сказать, чтобы ты знала Я сказала тебе, что это подождет Есть тема посерьезней Серьезней, чем Дима? Ты знаешь, что он попал под машину не случайно? Блин, ты можешь меня выслушать? Могу Я приходила к вам домой Хотела поговорить с Анной Петровной Но ее там не было Короче, колье у твоей сестры Я ей его отдала лично в руки Когда? Когда? Ну, я не помню, когда это было Когда еще вы с Иваном были вместе Он, кстати, за него и заплатил в ломбарде очень большие деньги Даша, ты вообще понимаешь, что я тебе говорю? Подожди, можешь еще раз? Я украла колье И сдала его в ломбард Иванова выкупил за очень большие деньги Я пришла, чтобы его вам вернуть И отдала его Иде Ну, пока с тебя хватит Короче, я точно знаю, что она у твоей сестры Она настоящая воровка Ты можешь мне не верить, я пойму Я верю Серьезно? К сожалению И? Что и? Ну, что ты собираешься делать? Ничего Семен, ты случайно не в офисе? В офисе Я почему-то и не сомневался А вы сегодня будете? Да, после обеда Сейчас я еду на встречу с инвестором У меня к тебе просьба Конечно, слушаю Ты не мог бы мне привезти кое-какие документы? А то я из-за трафика, боюсь, не успею за ними заехать Конечно, они где? У вас в кабинете? Да, я предупрежу Соню, чтобы она тебе их выдала Это концепт, очень важный для нас проект Хорошо, мне нужен адрес Соня объяснит, куда привезти Извини, что я к тебе обращаюсь, просто я не могу эти документы доверить курьеру А тебя заодно и с инвестором познакомлю Я понял Вы же Твоя сестра – лживая стерва Она только притворяется милашкой, а на самом деле вас всех использует Ты знаешь, что я думаю? Во-первых, ты сильно преувеличиваешь Во-вторых, я могу предположить, что Ида позарилась на бриллианты Но я видела ее состояние, когда она себя не контролирует А в-третьих, ты знаешь, она стала такой, потому что мы ее потеряли И что? Теперь пусть творит, что хочет? Нет! Просто ей нужно время, чтобы понять, что мы ей доверяем, что мы ее любим А потом поверить в то, что она пошла на осознанную подлость Но она подставила Ивана Как она его подставила? Он знал про Колье и уговаривал ее во всем признаться А она инсценировала изнасилование Не, не тянет на осознанную подлость Ты в этом уверена? Уверена И, кстати, этот Сеня, ее женишок, он с ней заодно Майя, прошу тебя, прекрати Ты не можешь этого знать! Могу! Откуда? От Ивана А ты что, с ним общаешься? Да не то, чтобы общаюсь Просто держим связь Я не уверена, что ему можно доверять Короче, не хочешь, не верь, дело твое Я должна была вас предупредить Вы хорошие люди И я перед вами сильно виновата Это я тебе звоню Мой новый номер, на всякий случай Майя, подожди Скажи, а ты видела Дину? Он мне звонил И знаешь, что первое спросил? Видела ли я тебя? Здравствуйте, Александр Фотографии? Семена Нет, я попросила, чтобы их передал Дима Потому что мы в тот день с Ваней шли на концерт Дима их ему передал А что? Соня, Владимир Иванович просил забрать документы Да, вот они Спасибо 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 Вот окончательная, финальная версия концепта, которая выиграла тендер Теперь планируем заняться технической частью По поводу подрядчиков, не принимайте решение без меня Ну, разумеется, вы будете участвовать в выборе Кстати, у нас уже есть Кандидатура и, поверьте, все специалисты высотокласс У вас, Владимир Иванович, идеальная репутация Подрядчики должны соответствовать К тому же, это проект высочайшего уровня И имейте в виду, Владимир Иванович Я уже присматриваю северные регионы А почему только северные? Я думаю, с таким входным билетом у нас есть шанс получить заказ на сеть по всей стране Не исключаю Я думаю, что первый транш мы сможем перевести уже на этой неделе 15 миллионов евро Прекрасно А разве за операции в валюте не придется платить дополнительную комиссию? Это заграничный транш Деньги будут потрачены в Европе Мы уже заказали высокотехнологические и экологические разработки Поверьте, до нас в стране такого еще никто не делал Добрый вечер, Даша Привет А ты ужин готовишь? Да, Юля уехала на неделю к родственникам Так а почему же виду тебе не помогает? Она плохо себя чувствует Понятно Бурное веселье подкосило мою жену Что-то случилось? С чего ты взял? Какая-то странная Нет, просто устал Тяжелые съемки, я давно не работала Мне кажется, ты чего-то не договариваешь Черт! Порезалась? Дай посмотрю Дай посмотрю Познай Сейчас Будет я по вас Владимир Иванович мне все рассказал В общем я знаю, что Ивана подозревают в покушении на Диму Просила маму никому ничего не говорить Щиплет? Чуть-чуть Держи А у Димы как дела? Нормально Его перевели в другую больницу В какую? Не знаю Вы что даже не созваниваетесь? Ну почему? Он прислал мне сообщение с какого-то незнакомого номера Так ты же можешь через этого вашего Дядь Мишу Все выяснить Могу, но не буду Давай Окучаешь? Ради его безопасности я потерплю Думаешь Иван на этом не остановится? А вдруг это не он? А кто ж? Не знаю Какой быть сумасшедший фанат Да какой фанат? Я понимаю, что тебе трудно сутнуться с мыслью Что это он Вы же чуть не поженились Он с ума вспомнил на что он способен Когда потеряет над собой контроль Так Давай-ка я тебе с ужином помогу Что делать? Правильно Сначала надо помыть руки Сначала надо помыть руки В день аварии даже просила передать детские фотографии Иды Да Человеку, который помогал Пантелееву ее искать Ты передал? Да А как это все было, ты помнишь? Нет Значит, как звонил Майя, тоже не помнишь, да? Зачем я ей звонил? Просил найти ее детскую фотографию Мы с Василисой принесли эту фотографию, пока ты был в коме Она стояла у тебя в палате Ты ее видел? Нет Может еще раз распечатать? Слушай, а давай Ты что-то вспомнил? Странно В детском доме Майя была с короткой стрижкой А мне почему-то кажется, что я где-то видел ее с длинными волосами Как думаешь, это важно? Да, возможно Слушай, Саня, мне что так и торчать здесь, пока ты убийцу не вычислишь? Ну, во-первых, ты на реабилитации Я себя отлично чувствую А как ты себя чувствуешь? Врачи должны решать, а не ты А во-вторых, все оказалось намного сложнее, чем я думал Завтра я проверю видео с камер в магазине И я почти уверен, что я вам тут ни при чем Придется начать все сначала Понятно Как я здесь валяюсь, Даша жениха себе найдет А с Майей могу видеться С ней-то эти покушения точно никак не связаны Но я ей сейчас не до тебя В смысле? У нее роман Приехали! На пять минут нельзя оставить А с кем? Ты его знаешь? Я тебе больше скажу, и ты его знаешь Это Иван Ты сейчас шутишь? Можешь не верить Она вчера меня чуть горло не перегрыла, знаешь за него Вот в это я точно верю Что, опять ребенок пропал? Типа он тебе не называл Смолякова Смолякова, подожди Слушай, а ты на фоторопу тебе можешь этой девочке сделать длины волосы? Да могу, не вопрос А тебе зачем? Надо, подожди минутку Держи флешку, там она не оригинал Изменешь кладку Хорошо Сделаю Кто на мое личное мнение? Простите, а вы на какую программу? На здоровый образ жизни А на мое личное мнение никто не хочет пойти? Ну, не-не-не В гости интересные сегодня Спасибо Алина, по-моему, вообще не хочет работать Алина, по-моему, вообще не хочет работать Что? Приведет сейчас? А сколько? Да она издевается, что ли, а? Добрый день, я бы хотел попасть на программу «Мое личное мнение» Даша Пантелеева здесь больше не работает Я в курсе А вы один? Тогда подождите, сейчас народ соберется, я вас провожу А паспорт к себе у вас? Вот Ага, хорошо, хорошо Одну секунду Алло, Алина, мне что, прохожих на улице собирать, что ли? Все, времена прошли, когда здесь толпа собиралась Работать надо Да Здравствуйте, Мария Здравствуйте, Владимир Иванович Как дела? Посему, почти закончила Осталось уточнить некоторые детали, жду юриста Думаю, до двенадцати закончу Все еще сердишься? Мария Ты Ты единственный человек, с которым я могу быть откровенен до конца Мне тебя очень не хватает Это что, извинения? Да Я очень ценю твое мнение Хорошо, извинения принято Кофе угостишь? А ты хочешь, чтобы я закончила до двенадцати? А, ну, да Кстати, как тебе Семен? Семен хороший парень Думаешь? Ну, во всяком случае, все наши девчонки в него влюблены А, кстати, где он? Я его отпустил на встречу с риэлтором Угу Квартиру присматривает Ну, все правильно Молодая семья должна жить отдельно Вчера познакомил с инвестором Здорово То есть он В курсе всех твоих деловых отношений Почему бы и нет? Знаешь, как говорят Чтоб научить человека плавать Сбросив его с лодки в воду А он как зацепится за эту лодку Ну, как перевернет Это ты к чему? Да шучу Я рада, что мы помирились ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте Так, где администрация? Почему у нас зрители гуляют по площадке? Извините, пожалуйста, я вас отвлекаю У меня есть интересная тема для вашей придачи Вот Я уверен, это вас заинтересует Пойдите на свое место, пожалуйста Пойдите После программы зайдите, пожалуйста, ко мне в пример Алексей вас проводит Хорошо Спасибо ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да подожди ты ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Усоп останови ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какое здесь время? 23.32. Красиво. С парковки запись нужна? Не, не надо. Спасибо. Что, я помог человеку? Еще как. Ну, добро. Да, нашел. В этот день он был в магазине в полдвенадцатого. Слава Богу. Тогда я звоню Майя. Погоди, пока не надо. То, что Иван был в этот день в магазине, значит, он лично не избивал Дима. Если он нанял кого-то в больнице, то почему он не смог сделать это и в первый раз? У тебя ужасная работа. Почему? Ты постоянно все подозреваешь, никому не веришь на слово. Эдема, Сашка, я тебе обещаю, я тебя никогда не обману. Верю. Ты придешь сегодня? Буду, но поздно. Надо заехать в Диме. Да еще девчонки из ИКЦ поколдовали над майной фотографией. Надо кое-что проехать. А что это у тебя за девчонки из ИКЦ? Сотрудница экспертно-криминистического центра. Страшно? Ладно, я тебя жду. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слышу. Суть я изложила записки. Войдите. Дверь закрой. Семейная тайна Даши Пантелеевой. Я читать умею. Конкретнее. Вы знаете, что ее удочерили? Это все? Тоже мне сенсация. После этого в семье родилась собственная дочь. Да. Когда девочке было три года, она исчезла. Знаете, кто ее похитил? Понятия не имею. Родная мать Даши. Ничего себе. И никто, кроме нас с вами, этого не знает. А доказательства у вас есть? Есть. Письмо с признанием, которое написала мать Даша. После этого случая она ушла в монастырь. И сколько вы хотите за эту информацию? Не поверите, я действую совершенно бескорыстно. Дело в том, что я муж похищенной дочери. И я очень хочу, чтобы виновница бед моей жены была наказана. Я вас очень хорошо понимаю. У меня есть одно условие. Да. Я лично должен участвовать в подготовке этой программы. Никто из редакторов не должен знать истинной сути. Хорошо, я это устрою. Их задача уговорить Дашу и ее семью принять участие в передаче. Если их не будет, передачи тоже не будут. Я вас поняла. Вот мой номер телефона. На днях мы созвонимся и обговорим детали. Если бы вы знали, как вы вовремя. Поверьте мне, это будет самый рейтинговый эфир. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, как ты? А я завтра на собеседование опять иду. Угу. Удачи. Фирма маленькая, скромная. Но не место красит человека, а наоборот. Что же я теперь делать буду без Василисы? Я ведь без нее никто. А рисует ли какой-то дурак, может? Я уверен, вы обязательно помиритесь. Я вот думаю, если бы она меня спросила, я или он, ну, то есть ты, кого бы я выбрала? Ну, и кого же? Не знаю. Поэтому нельзя никогда такое спрашивать. Все правильно. Нельзя. А еще и ужасный эгоист. Вот ты меня сейчас обнимаешь, у меня живот заболел от счастья. А я ведь не имею права быть счастливой. Но это почему же? Да потому что в это время по земле ходит человек, который на Димку охотится. А я почти об этом забыла. Ты сидишь со ноутбуком, я смотрю тебя в затылок и думаю, неужели он теперь мой? Даже про Ваську вспомнила, только когда кулоном за пуговицу сцепилась. Какая же ты глупенькая, честная. Что же мне сделать, чтоб ты не менялась? То-то ты вырастешь, поумеешь, станешь хитрить, кокетничать, станешь самой желанной женщиной на свете, и мне уже не будет так спокойно рядом. А знаешь, ты первый человек, который говорит, что там со мной спокойно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Миша? Я выяснил то, о чем ты меня просил. Так. По поводу ДТП с этим Дмитрием Нестеровым в розыскном отделе завели уголовное дело. Ну? Его переквалифицировали уже после показаний свидетеля. Теперь им занимается полиция, поскольку там умышленное нанесение тяжкого вреда. Ага. То есть его сбили намеренно? Говорю, что знаю. Идёт следствие. Пока кроме показаний свидетеля ничего нет. Хорошо. А что в больнице? Да. В больнице. Зарегистрирован рапорт от Александра Дёмина об обнаружении состава преступления. Пока по нему ведётся проверка. Если всё подтвердится, официально заведём уголовное дело. То есть пока ясно только то, что ничего не ясно? Володь, я буду держать тебя в курсе. Хорошо. Ты, главное, не волнуйся. Дай и Анечке передай. Дашку мы в обиду не дадим. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Извините, а можно ваш автограф? Димка. Видишь, я помню, где ты живёшь. Знаешь, мне всё так плохо. А откуда ты взялся? Приехал на вороном коне, как обещал. Вон, это Макс. Мы с его братом в одной палате лежим. Кстати, насчёт автографа я серьёзный. Это плата за проезд. Макс твой фанат. Подожди, ты что, сбежал? Ну да, можно сказать, рискуя жизнью. Ты с ума сошёл. Мне Дёмин с тобой даже по телефону не разрешает разговаривать. Сашка, он перестраховщик. Правда, это один раз мне жизнь спасла. Ты же не думай, что это Иван мог. Ну… Я думаю, что Саша во всём разберётся. У меня всего лишь час, и меньше всего мне хочется тратить его на обсуждение Ивана. Поехали? А куда? Тебе это важно? Нет. Поехали. 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 Так. Нестеров на процедуре? Гуляет Нестеров. В смысле? Уехал с моим братом на машине кататься. Обещал к ужину быть. Просил прикрыть, если что. Так что, если врач спросит, он в душе. Так, все ясно. Дурак влюбленный, а? Слушай, вот передай, когда вернется, пусть позвонит, если что-то вспомнит. Понял, передам. Слышь? А что, Дима правда с этой ведущей любовь крутит? Крутит. Чуть мое сердце докрутится. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ты куда меня привел? Сюрприз. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Макс! Свет будет? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы где? В ночном клубе. Нравится? А мы что, здесь одни? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, это Макс все устроил. Макс, ты добрая фея? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Обращайтесь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, почти все. Он здесь раньше с диджеем работал, а сегодня договорился охранника заменить. Клуб закрывается, здесь будет фитнес-центр. Завтра начинается ремонт, поэтому мы с тобой последние посетители. Жалко. Здесь здорово. Давай. Ты что, собрался танцевать? Это для настроения. Пока я приглашаю тебя на ужин. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, что? Предлагаю выпить за наше первое свидание. Знаешь, говорят, когда что-то повыше впервые, нужно загадывать желание. Да? Да. Так, чтобы загадать. Мир во всем мире это банально, новая корыта это уже было. Не-не-не, только не вслух, а то не сбудется. Загадал. О, уже сбылось. Прошу вас. Благодарю. ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ Вот теперь можно и умереть. ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ Зачем ты это сказал? Чтобы ты ответил, что готовы умереть вместе со мной. Но есть другие варианты. Например? Например? Мы можем жить долго и счастливо. Звучит заманчиво. Что нам может помешать? Я ужасно танцую. Да, не очень. Да? Да. А если я никогда не научусь? Тогда я научусь играть в футбол. Только этого не надо. Ну, значит, мы будем любить друг друга такими, какие они есть. Ты не передумаешь? Зависит от тебя. Что я должен сделать? Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, мне кажется, Макс заслужил обещанный автограф. Давай. Давай. Макс, давай. Спасибо вам огромное. Это было волшебно. Скажите, а вас действительно зовут Макс? Или, может быть, вы Святой Валентин? Ну, что я. Просто руль крутил. Да кнопки нажимал. Я сейчас. Будь осторожен, ладно? Я очень боюсь за тебя. Я хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось, я не жалею, что мы встретились. Я тоже. Я попрошу папу, чтобы он подключил все свои связи. Очень хочу, чтобы это скорее закончилось. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я смотрю, настоящая любовь творит чудеса. Привет. Привет. С поздоровением. Вы меня не помните? Вы, наверное, Семен, да? Простите, я обязательно вас вспомню. Ну, не вспомните, я это переживу. А вас уже выписали? Еще нет. Обещают на следующей неделе. Значит, нарушаете больничный режим. Зря, зря. Я уже уезжаю. Ну, все, не буду мешать. Прощайтесь. Дмитрий, у меня к вам еще один вопрос. Ваша спортивная школа требует ремонта? Конечно. Все спортивные школы требуют ремонта. Отлично. Вот, когда вас выпишут, дайте знать. Я к вам подъеду, мы переговорим с вами. У меня просто есть идея, ну, создание благотворительного фонда в помощь вот таким вот объектам, как ваша школа. Здорово. Спасибо. 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 Спасибо.